Те журналисты, которые считают, что я пересек красную черту, друзья мои, когда к вам придут, покажут вашу фотографию, покажут фотографию вашего организатора, познакомят вас с вашим убийцей и скажут, чувак, что ты хочешь? Ты хочешь выжить или ты хочешь сохранить этику, чистоту и моральную и духовность своей профессии? Пожалуйста, друзья мои, сохраняйте этику, моральную чистоту своей профессии. Я предпочел вариант выжить. Друзья мои, мне так глубоко, фиолетово, поверите вы в следующий раз, когда меня убьют, или не поверите, потому что если я буду дохлый, мне уже будет все равно. У меня не стояла такой задачи, поверите вы мне или не поверите. У меня стояла задача остаться в живых и обезопасить свою семью. Это единственное, первое, не единственное, но первое, о чем я думал. О стандартах журналистики в этот момент я думал в последнюю очередь. Вот честное слово, вот вы простите меня, пожалуйста, но вот давайте я буду откровенен. В конце концов стало понятно, а какой выбор, ну куда бежать. Ну он в Скрипаль сбежал в Англию, Скрипали сбежали в Англию, были там, видимо, вообще под охраной, насколько я понимаю, и то достали. В конце концов лучше вскрыть все это дело. Во-первых, и, ну знаете, захотелось, чтобы эти люди были взяты и было доказательство все-таки. Я ненавижу этого человека. Этот человек ответственен в нескольких войнах. Этот человек ответственен в тысячах смертей. В тысячах смертей. Я хранил своих знакомых, я хранил своих коллег, я хранил своих друзей. Я устал хранить. Сейчас в стране, в которой мы с вами сидим, четвертый год идет война. Я его ненавижу. Лично. Продолжение следует...